Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСО в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Время новостей на телеканале ЖТСО в студии. Предприимчивый начальник таким образом содействовал трудоустройству будущего подчиненного. Однако цена вопроса в 700 тысяч тенге обернулась для него задержанием. На данный момент оба дела на стадии расследования. Отметим департаментом агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области. За пять месяцев текущего года зарегистрировано 105 уголовных правонарушений, из которых более 70% преступлений являются коррупционными. В области начато досудебный расследование в отношении руководителя... 55,56 бюджетная позиция... Расследование в отношении заместителя руководителя Керблаковского района и представителя ТООП по факту получения и дачи взятки. Они подозреваются в получении и дачи взятки за фактически невыполненную работу на сумму 15 миллионов тенге, за что и получили взятку в виде денежных средств на сумму 200 тысяч тенге. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Итоговое решение будет вынесено судом. Долой барьеры! Наш корреспондент Дамир Анитов недавно принял участие в работе специальной комиссии, которая проверила доступность для инвалидов утверждений социально-культурного характера в Талакургане. Теперь аналогичную работу комиссия провела в Вискельдинском районе. Среди зданий госучреждений пандусы тактильной дорожки и доски брайля. Что из этого имеется в проинспектированных объектах, подробности в сюжете. Отдел занятости – один из самых посещаемых. Ежедневно в учреждении получают услуги свыше 100 человек, в их числе и инвалиды. С этого объекта и приступили к проверке члены специальной комиссии. Пандус и кнопка вызова для колясочников имеются. Для глухих и слабослышащих установлены таблички и информационные стенды. Кроме того, для незрячих имеется доска брайля, а также тактильная дорожка, которая помогает ориентироваться им в пространстве. Единственный недочет – неправильно обустроенный санузел. Двери входные соответствуют проемам, а именно сама кабинка, где непосредственно находится сам унитаз, имеются поручные, но тем не менее нет кнопки вызова для экстренного вызова в случае какой-нибудь необходимой помощи. Нет крючков, чтобы повесить костыль или вещи какие-то, крючки отсутствуют, и дверь самой кабинки не соответствует, и сам объем, где находится непосредственно унитаз, должен быть удобен. По государственным объектам многие проблемы в самом начале 2005 года после принятия закона были, после обращения, неоднократных обращений инвалидов, эти преграды были устранены, но, к сожалению, в частных структурах они и по сей день имеются, не везде есть парковки для инвалидов, не везде пандусы соответствуют. Иначе обстоят дела в районном отделе образования. Здесь пандус не требуется, однако у входа есть небольшой выступ. Проехать его самостоятельно колясочник не сможет. Кнопка вызова не работает, тактильная дорожка и доска Брайля отсутствуют. Кроме того, уборная не оснащена поручнями, а ширина двери всего 60 сантиметров, тогда как по нормам должно быть не менее 90. Никаких условий для инвалидов здесь нет, заключили проверяющие. Данным проверкам будут даны предписания в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На устранение выявленных нарушений будет дано один месяц. Если в случае одного месяца недостаточного времени, то они в течение трех рабочих дней после получения предписания могут в письменном виде обратиться в департамент со сроком продления данной предписания. С начала года ответственным органам проверены шесть госучреждений, в их числе отдел полиции, отделы занятости, центр адаптации, отделы образования и так далее. До конца года они намерены проверить еще семь объектов. Камеры автоураган заработали вновь в Алматинской области. В областном департаменте полиции сообщили, что в Талдыкургане и близ Алматы полностью завершенный ремонт комплекса в виде фиксации нарушений ПДД. В частности, в областном центре в строй вернулись камеры автоураган, установленные на пересечении улиц. Напомним, ранее жители Талдыкургана написали коллективное заявление в полицию, сообщив о неправомерных штрафах, полученных ими при проезде по пяти прикресткам областного центра. В них показаны неверно указанные данные о скорости передвижения, а также даты и время проезда. В департаменте полиции Алматинской области проверили, после чего сделали официальное заявление, в котором признали правоту жалоб талдыкурганских автовладельцев. Посты комплекса, расположенные в городе Талдыкурган, вновь подключены к работе и в настоящее время в полной мере осуществляют свои функции. Также восстановлена работоспособность постов автоураган, расположенных вокруг города Алматы. С начала года данными камерами выдано более 13 тысяч предписаний на сумму свыше 65 миллионов тенге. Президент Казахстана Касым Жомар Токаев назначил выборы в Сенат парламента на 12 августа 2020 года. Выборы пройдут в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутата Сената. Правительству Казахстана, Акимам Городов Нур-Султана, Алматы и Шимкента областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената парламента, говорится в указе президента. В Сенате парламента всего 47 депутатов, 15 из них назначаются президентом Казахстана. Остальные представляют области и города республиканского значения. В Карагандинской области с 13 июня возвращают карантинные меры из-за прироста заболеваемости COVID-19 выше 7%. Об этом заявил Аким области и Женец Касымбек. В регионе за последнюю неделю выявлено 303 бессимптомных носителя коронавируса, а за минувшие сутки зарегистрировано 52 заболевших. К сожалению, большое количество зараженных выявляется после проведения семейных мероприятий. К примеру, в шведском районе после проведения поминального обеда заразился 21 человек, сообщил Аким Карагандинской области. Как стало известно, автобусы в Карагандинской области будут возить пассажиров только в утреннее и вечернее время. Пользоваться личным транспортом в ночное время запрещено. В такси не допускается перевозка более одного пассажира. Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переводятся на удаленный режим работы. Ограничивается по времени работы общественных и торговых объектов. 18-летний парень в Нур-Султане, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался украсть психотропные препараты в аптеке. Инцидент попал на камеру наблюдения аптеки. Судя по кадрам, провизор попросту закрыл дверь в служебное помещение и грабитель ушел ни с чем. Оперативно его задержали столичные полицейские. В настоящее время проводится досудебное расследование. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова